Если не поднимать тариф, то как выживать? Перевозчики Барнаула обратились в администрацию города с просьбой повысить стоимость билета в общественном транспорте. Для автобусов до 27 рублей, для маршруток до 30, а билеты на электротранспорт могут подорожать сразу до 33 рублей. Перевозчики говорят, что причина всему не только пандемия. Мы, собственно говоря, подавали заявку на пересмотр тарифов еще в феврале месяце 2020 года. Это еще до событий коронавирусной инфекции. Хотя я, конечно, должен отметить, что коронавирусная инфекция усугубила наше положение и очень сильно. Значит, пассажиропоток падал на 70% от нормальных значений. И к нормальным значениям пока не вернулись. Роман Арапов говорит, что Барнаул всегда идет с запозданием. В январе 2019-го во время прошлого изменения тарифов стоимость билетов повысили осторожно. Меньше, чем просили перевозчики. Из-за этого накопилось много проблем, а пандемия стала катализатором. А вот Сергей Гриднев, тоже автоперевозчик, уверен, что тариф нужно было повышать еще в декабре прошлого года. А сегодня его предприятию, это около 100 автобусов, помогают остаться в бизнесе только государственные меры поддержки. Я тоже пассажир общественного транспорта, и когда слышу про повышение тарифов, возникает желание кого-то допоругать. Но, наверное, сейчас скажу очевидную вещь. Предприятие автоперевозчик – это не только водитель и кондуктор. Это еще слесари, автомеханики, те, кто проводит диагностику, диспетчеры. Ко всему прочему прибавьте, конечно же, ремонт, запчасти, покраску, мойку и, конечно, обновление автобусного парка. На все нужны деньги. Много есть различных суждений, что сколько бы тариф не повышали, транспорт все время старый. Но почему-то никто не заметил, когда Барнаул Пассажир Транс пригнал 100 автобусов в течение двух лет, они все были новые. Но про них никто не сказал. Лично наше предприятие за последние четыре года 50 новых «Газели» купили. При этом многие предприниматели говорят, технику берут уже бывшее употребление из других регионов. На новую денег нет. А вот готовы ли их дать пассажиры? Вы как к этому относитесь? Против? У меня денег нет, это точно. Особенно с ребенком. Так что мне не нравится эта идея. Очень дорого. Значит, повысится цена на проездные билеты. Поэтому нагрузку нужно давать не на пассажиров, а на государство. В этом уверена часть экспертов. Никто же сегодня не сделает проезд за 40 рублей. А отрасль поддерживать нужно. Поэтому я и говорю о большой программе, в которой будет поддержка. Есть ведь федеральные программы, президентские программы, край поддержку, который оказывает и должен оказывать. Городская поддержка. Ну а дальше уже поддержка предприятий, ну и пассажиров. Вот тогда мы отрасль сохраним. Николай Долженко называет положение в общественном транспорте Барнаула бомбой замедленного действия. Техника все старее, все ниже профессиональный уровень водителей. Из-за низкой зарплаты. Все упирается в деньги. Взять ли их у пассажиров, будет решать Барнаульский координационный совет по ценообразованию. И какое решение они не примут, для одних оно в любом случае будет запоздалым, для других крайне поспешным. Андрей Дриер, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком.